Друзья, всем привет! Вы на канале Делай То. Делай это. С вами Ким. И мы на последнем дне острова. У нас остается считанные минуты, 3 часа и 55 секунд до окончания матча сезона, заброшенный остров данного чемпионата. Давайте пробежимся, что у нас здесь за этот период произошло. Такое событие. Скажу, что многим оно поднаскучило уже. Кому-то нравится до сих пор воевать, но все же многие желают вернуться к истокам с того, чего начали. Борьбу и так далее. Мы сейчас ведем атаку на седьмой канал. У нас тут он не взятый еще. Остаются бонусы на нем. Давайте посмотрим. Он такой, один из каналов, который еще не был взят. Так, ну что же произошло у нас в целом? Победителем данного чемпионата становятся и игроки из Альянса Империя. Они захватили дерево и большую часть городов. Ну и, соответственно, они смогли с союзниками из Альянса МАД сделать то, что не смогли другие. Альянс МАД забирает три города, получает дополнительные призы за это. У нас все это время продолжалась борьба с Альянсом Ова и Боб. Эти два Альянса атаковали нас одни с левой стороны, другие с правой. Соответственно, нам приходилось обороняться и по этой причине мы никуда не пошли. Помогли Альянсу из Империи взять призы за девятые города, чтобы они владели. Ну, мы потом забрали его. Ну и в целом, вот до сих пор сейчас Альянс Боб пытается тут рушить наши, как говорится, укрепления. Ванпосты, игрок Свэй. У него очень много ферм. Вот здесь одни фермы его. То есть он за счет этого занял подавляющее большинство очков в турнире. Если посмотреть по рейтингу, то он лидирует по рейтингу силы Муравейника. Вот он из Альянса Боб, игрок Свэй. Мы видим на первом месте. Но это не так важно, например, как рейтинг убийств Альянса. Рейтинг убийств Альянса показывает, насколько сильно Альянс сражался на этом чемпионате. И сколько нанес на очков урона сопернику или соперникам в процессе этого чемпионата. Мы находимся на первом месте. Вы прекрасно видите, что у нас 2 миллиарда, почти 700 миллионов очков. Это практически в два раза больше, чем у победителей игроков Империи. Альянс Боб занимает четвертое место, Альянс Ова седьмое. То есть это касается тех альянсов, которые с нами сражались. Рейтинг убийств Муравейников. Здесь вот как раз игрок Свэй лидирует. У него 447 миллионов убийства. Из нашего альянса игрок Эмп Тайнес и Джек Потрошитель. Занимаю вторую и третью строчку. Я нахожусь на пятой строке с своим скромным результатом. Также игроки. Здесь вы видите, кто на какой позиции находится. Практически всех игроков можно отметить как бойцами. То есть в первом полтиннике, как говорится, это те игроки, кто сражался и внес значимый вклад в результат чемпионата. Что касается в целом по-острову, хоть нам и не удалось захватить дерево, зато мы приобрели огромный опыт в сражении с другими игроками. Боевой опыт. Это очень важно. Боевой опыт, который нигде не получишь. Даже в тропиках это совершенно другой опыт. Здесь игроки закалились и знают, как оборонять каналы, как вести в целом войны. Что значит коллективная игра. Как себя ведут игроки, которые выбиваются из коллектива. Как они могут деморализовать. И те люди, которые психологически устойчивы, они наоборот сплочаются вокруг друг друга и более эффективно начинают сражаться. Поддерживая, как говорится, в семейном кругу, так и на поле битвы. Что у нас интересного? Из последних событий интересны. Появились новые значки. Новые значки, которые дают... Да, я об этом не снимал видео, не рассказывал. Что касается животных. Вот видим, у меня на жуке олень, дикое существо. Красная точка горит. Давайте посмотрим, что она дает. Это дает возможность улучшить этого дикого существа. Но для этого требуется скролупа дикого существа или дикое существо второго эвла. Но, к сожалению, у нас дает, поэтому лучше не могу. Вкратце я рассказывал о нововведении. Так, ну, сейчас у нас завершение. Так, вот альянс какой-то захватил нашу башню. Вот можно посмотреть. Это альянс Боб. Все пытается у нас разрушить. Вот игрок СВей. Вот у него можно посмотреть, какие бойцы участвуют. Обычный, значит, ПВП-отряд с богомолом чертовый цветок и со стрелками. Разница между нами это богомол и, значит, Атракс плюс две звезды. Очень довольно-таки прокачан игрок за счет, наверное, своих ферм. Молодец. Ну, все знают, что я играю без ферм. Играю на одном энтузиазме и поддержке своих партнеров по игре. Ну, мне кажется, что на фермы необходимо очень много времени тратить и заниматься каждой фермы как единственное своим детищем. Вот, поэтому чем больше ферм, тем больше времени уходит. Но у меня, к сожалению, столько времени нет. Работа важнее и реальные события в жизни также очень важны. Поэтому играем в свое удовольствие, без фанатизма. Так, чтобы игра должна приносить в первую очередь удовольствие, а не напрягать. Поэтому никаких ферм. Это у меня такое правило. Сейчас у нас идет событие летать по ветру. Я тут вот за несколько дней открыл пару. А, и давайте я вам лайфхак. Расскажу, как эффективно открывать цветки. Значит, ставите вот галочку здесь в цифровой режим. Здесь либо она по цвету, но это очень сложно. Когда галочку ставите, появляется цифра на божьей коровке. Рисуйте себе квадрат ровно такой же в клеточку, как будто играете в клестики нольки, с таким же количеством лепестков, как и здесь. И по порядку открываете лепестки и записываете их. После открытия очередного, который совпадает, вы можете подглядеть свою шпаргалку, где вы в каком квадратике записали ту или иную цифру, и можете ее открыть. Но это в силу того, что если у вас недостаточно памяти, чтобы запомнить раскладку изначально при открытии. У кого есть такая феноменальная зрительная память, я от них поздравляю, те крутые, молодцы. Но у кого ее или ошибается, или может забыть, в какой божья коровка была, под каким лепестком по цифре, сделайте, как я говорю, и вас ждет успех. Вы ни разу не ошибетесь. Одного дня хватает полностью открыть, из бесплатных одуванчиков полностью набрать комплект. И вот за два дня я набрал 200 очков, и плюс один лепесток. Чтобы приобрести здесь как раз вот этого богомола чертовый цветок, надо набрать полторы тысячи этих божьих коровок, но очков у меня 210. Событие закончили через три дня. Но получается, что нужно это все дело покупать. Покупать мы не хотим, поэтому у нас богомола быстро не получится получить. Есть другие, более амбициозные планы в реале. Поэтому, что я могу сказать? Ребят, кто хочет, тот может купить и наслаждаться данным диким существом. Так, вот у меня энергия закончилась. Мы уже взяли тут, отвоевали тут свою, седьмую башенку и плюс взяли проход. Канал седьмой, это третий уже, поэтому, к сожалению, немножко энергии позакончилось. Не могу до конца помочь ребятам своим добить ее. Я очень надеюсь, что они осилят ее. Защита только началась сбивать. Возможно, конечно, и не успеет. То есть еще не сбили, уже 15 минут прошло. Онлайн маленький ночью сейчас. Вот, тут мои еще отряды рейды подошли. Можно посмотреть силу атаку. Это у меня были носители. А, нет, это у меня стрелки. Стрелки были. Так. Странно. Странно, странно. Почему у меня стрелки... Да, ошибочно. У меня стрелки у Скорпиона. Не забыл поменять. Видимо, когда бегали на события... У нас идет еще событие смелой попытки. Это событие такое альянсное. Оно сегодня началось. Продлиться еще два дня. Это такой муравья, да, который... И вот нужно в какой-то день бить его охранниками. Вот мы видим рекомендуемый тип солдат. Это охранники сегодня. Вот мне удалось выбить 1 284 366 очков. Если посмотреть рейтинг... Давайте зайдем, посмотрим, то я на 11 месте. Вон есть игроки, которые почти 2 миллиона выбили. У меня 1 284 000. По рейтингу альянса мы на 6 месте. И рейтинг участников альянса. Но из альянса я, как видим, занимаю первое место по охранникам. Вот. И, наверное, после этого я не смог переставить. Не получилось. Но ничего страшного. Мы сходили, атаковали. Так. Сейчас мы можем это сделать. У нас пришли отряды. Мы их сейчас поменяем на носители. Что полноценно у нас отряды были. Так. Ну, за весь сезон вот мне выпал дубль, значит, охранника. Давайте я вам покажу. Это у нас охранник щитовидный. Муравей-черепаха. Вот. Я его начал прокачивать. Тут надо еще 3 у нас. Крупы. 2 и 1. Да, 3 скорлупы совместно оранжевые. Тогда мы можем открыть полностью комплект. У нас пока свободный только одна, кстати. Но можно пожертвовать. Допустим, вот этим и 7. У нас нет свободных синих скорлупов, и поэтому нужно жертвовать из тех, кто есть в наличии. Так, 3 и 4. Давайте это сделаем. Не будем жалеть. Они у нас появляются очень часто. Синие, поэтому... Ну, и в принципе, они для этого и нужны. Так, откроем 8. Значит, и... Вот мы выбираем 7 штук из того, что есть. И открываем вот такую способку. Способка «Боевой навык. Сражаться до смерти». Мы ее прокачаем в день ивента, в событии, когда будет у нас завтра. Можно было это прокачивать. Но для вас я покажу, что... Вот у меня есть дубль такой. Какие еще спецмуравеи у меня появились? Сейчас я вам покажу в процессе чемпионата. Это вот мы видим тоже охранник муравей в темных доспехах. Это ближний убой муравей. Он ставится в первую линию. Вот как раз во второй линии вы видели предыдущий муравей. И вот можно их соединять с универсальным муравьем дальнего боя. Это вот Компонотус. Он в конце чемпионата будет у всех дублем данный муравей. И у кого-то, у кого был уже дубль выпал, а тот сможет открыть ему звезду. Очень крутой муравей. Для дальнего боя универсальный. Он подойдет к любым отрядам. Поэтому, кто его владеет со звездой, то там повезло. Есть куда его распределять по разным отрядам в процессе. Так, вот еще есть такой спецмуравей. Носитель Лептонигис Элангата. Я его еще не прокачивал. Это для носителей. Дублем у него нет. Ну, я решил, что я прокачивать не буду спецмуравьев суперских, которые сезонных, там, так называемой, буквой С, которые без дубля. Придет время, я прокачаю, когда появится у них дубль. Потому что есть ряд спецмуравьев, которые ждут свою прокачку дальше. Вы видите, сколько звездных муравьев, которые еще не прокачаны. И которых можно качать и качать до, как говорится, долго очень. Вот. Так, давайте посмотрим, идут ли отряды на сбор. Да, вот Долтон собирает. Как раз у нас есть отряд ему в помощь. Отправим. Давайте еще соберем рейд какой-нибудь. У нас появились. Так. А они уже пробили защиту. Можно ходить без рейда. Вторгаться. Да, тогда можно просто вторгаться. И рейд можно отменить. Когда защита пробита, то рейд не обязателен. Можно ходить просто сбивать прочность у данной переправы. Вот. Это все фиксируется. Кто больше нанес урона и, соответственно, сбил прочности, тому больше призов выдается. Что еще хочу заметить. В целом, в целом, было интересно играть здесь на чемпионате. В сезонном магазине я приобрел. Ну, каждую неделю, как я приобретал чудесную скорлупу, мне хватало сезонных сокровищ для того, чтобы покупать одну, значит, скорлупу и четыре вот эссенции жизни. Также были моменты, когда я брал и счастливое оранжевое яйцо. Вот. Когда с излишками было. Ну, на самом начале, когда вы берете крепости, ее очень много. Соответственно, прокачка достаточно хорошая. Произошла в процессе острова. Чемпионата. Что это еще можно сказать в целом? Ну, в большей степени я поздравляю ребят из Империи, что они добились главной цели этого острова. Взятие дерева и получат достойные награды победителя. Поэтому молодцы. Так держать в будущих чемпионатах. Надеюсь, так же у них это все получится. И у нас, конечно, нужно собрать количество онлайна больше игроков. Если посмотреть члены Альянса, у нас 21 игрок не играет больше месяца. Вот. Они так странно. Они зашли на остров. Были рассылки. Я предупреждал игроков, заходите. Будем нужно каждый день играть на острове, на чемпионате. Но такое ощущение, как будто, либо специально, либо еще что-то. По каким-то причинам игроки как зашли на остров, так и слились. И так не играли. Вот видите, по месяцу игроков нет. Возможно, это чьи-то мульты специально были закинуты. И так и сделано для того, что игроки перестали играть. Да. 21 человек из 71 это почти треть из силы Альянса, который мы не пользовались. Ну и игроки в R2, которые тоже вот... А, ну вот даже видим Джесси до 18 дней, но у нее что-то с ковидом началось, и она, к сожалению, пропала. И игроки, которые пропадают днями, они находятся в R2, очень плохо играют. То есть, практически сказать, их не видно в боях, поэтому никакой активности нет. То есть, по факту, играют вот R4 и R3 игроков. То есть, это 38 человек. Ну и мы с этими 38 людьми, которые активны, смогли взять две зоны и воевать с фиолетовыми и зелеными. Будем так говорить, с Альянсами Англичан. Это Бобы. А китайцы это Ова. Ну, мы показали достойный результат, и нам не стыдно сказать, что мы продержались вот в таком положении. Мы не стали воевать с игроками из Империи, потому что... Потому что это русскоязычные игроки, и, в принципе, воевать самим с собой, как говорится, неинтересно. Вот. Пусть они радуются победы и, как говорится, получают очки за это. Ребят, все. На этом завершу свой обзор по событию чемпионата Заброшенный остров. С вами был Ким. Обязательно подписывайся, кто еще не сделал этого. Ну и, соответственно, комментируй видео, что непонятно. Пиши, ставь лайки. Всем пока, до скорого.